Дорогие друзья 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 поводу все завелись. Как вам кажется, ответил ли он действительно на этот вопрос? Ну, мне кажется, что вопрос в телевидении, вообще в любом таком, условно говоря, бизнесе, который связан с творчеством, вопрос, кого ответить. Вот как только он назначит, и мы сразу же поймем, да, потому что, если он действительно назначит, ну, фигуру, которая, вокруг которой есть какое-то общественное согласие и понимание, что он профессионал, меня не устраивает лично. Почему? Ну, потому что этот человек не показал себя независимым профессионалом, который может отстаивать свою точку зрения, в том числе и в разговоре с президентом, который его назначил. Понимаете? Но вообще, хочу сказать, что нельзя сужать. Есть три основных аспекта для общественного телевидения. Первое, это, ну, условно говоря, свобода. Да, то есть вот будет некое общественное телевидение, в котором не будет цензуры, в котором будут представлены все позиции. Вот я хочу сказать, что эта функция, конечно, это просто стыд, потому что надо, чтобы не было цензуры на всех каналах государственных. Ну, вот смотрите, сегодня Дмитрий Анатольевич, опять-таки, возможно, в ключевом моменте разговора, когда Алексей Пивоваров, собственно, пожаловался на цензуру, де-факто, он сказал, что, ну, у всех как бы есть политическая позиция, у всех СМИ, вопрос, как ее выражают, и что цензуры нет, есть некоторая химия на центральных каналах. Химия отношений. Да, химия отношений. А потом, собственно, Медведев сказал, я надеюсь, что на общественном телевидении позиции... Это, собственно говоря, то, чем я говорил, что вот мне как-то не нравится участвовать в таких вот, в такой химии. Химичить больше не хочется, потому что ведь это же объективно, есть известные журналисты с разными позициями, дай им место в этом общественном телевидении и дай им свободу. Все, больше ничего не надо, и тогда будет... Но я еще раз говорю, что стыдно, потому что так должно быть и на государственном телевидении. Телевидение должно помогать, условно говоря, президенту отслеживать плохо работающую государственную машину. Государственная машина всегда плохо работает, и поэтому всегда ее надо отслужить. В России или в мире? Вообще. Ну, вообще. Но идеальной машины нет, да. Если нет механизма контроля за тем, что происходит в обществе, ежедневного, предвзятого, то ничего не получится. Поэтому первая позиция, да, она нам нужна, но стыдно, что ее нет на других каналах. Вторая позиция, очень важная, это те темы, которые, ну, условно говоря, или форматы, которые не являются, ну, популярными, и на которых коммерческие каналы не могут набрать рекламы. А вот в общественном телеканале это будет. Это то, что делали действительно во Франции канал Арте. То есть, когда они говорят, что вот есть форматы общественно важные... Марат, позвольте, ну, вот просто, я не владею французским языком, но, по-моему, дословный перевод слова Арте с французского это культура. Да, да, да. И, собственно, в России существует телеканал с таким названием. Ну, я хочу сказать, что есть не только культура, то есть, есть некие темы, которые вроде бы не являются горячими. Ну, вот канал Культура, он же не собирает рейтинги, там, сложно забивать его рекламой. Я согласен, что мы сразу же параллель, то есть, условно говоря, если первую функцию, мы сразу же обращаемся к первому каналу, почему он не выполняет этого? Безусловно. Вторая функция, канал Культура, просто, может быть, он может быть расширен, я вот там, меня приглашают, там, какие-то благотворительные фонды, я вижу, что есть очень много интересной работы, очень острых проблем, там, например, ну, документальное кино, сегодня, ну, русское, интереснее смотреть, чем художественное. И один фильм может рассказать о России гораздо больше, чем неделя, даже там, эфира теледождя. То есть, как бы, то есть, вторая часть, очень важная, это то, что не собирает рекламу. И третья, это новые люди. То есть, я надеюсь, что третью хотя бы функцию они выполнят, потому что, действительно, надо сказать, что так работает наша машина, что те люди, которые появляются на экране, это такой небольшой, там, человек 300, наверное. Позвольте я уточню, очень важно. Мне кажется, вот первый пункт, немного противоречит, третий пункт, который вы назвали, противоречит первому, который назвали вы же. Потому что концепция новых людей, она прямо противоречит тезису о том, что дайте известным журналистам с разными мнениями время, и вот вам общественные... Нет, я имею в виду новые люди, которые приходят. Да, вот смотрите, вот я сейчас, значит, сейчас там, допустим, есть целая серия каких-то сюжетов важных для страны, связанных с искусством, да, ну и вот большинство каналов, значит, ограничивается там моей фигурой, может, еще кого-то, да, то есть надо расширять, да, потому что палитра гораздо более широкая, и мне кажется, что вот приход этих новых людей... То, что сказал Медведев, просто зовите, и люди будут приходить. Нет, я думаю, что понятно, любой там какой-то продюсер, который там следит за рейтингами, ну, там, говорят, что привезешь Жириновского, рейтинг гарантирован, да? Вот давайте... Говорили, по крайней мере, несколько лет назад, сейчас-то уже... Да, ну, может быть, кого-то еще там, да, вот давайте попытаемся на этом общественном канале, есть же содержание... Я работал два года замгенерального первого канала, поэтому я это очень хорошо знаю. Телевидение как бы отторгает людей, которые глубоко мыслят. Оно, значит, как бы... Люди только... У которых хорошая реакция, Конечно. Люди, которые говорят много и долго, их сложно смотреть, снижать динамику и так далее. Возможно, нужно... Там, можно, не нужно с ними делать прямых эфиров, но нужно, возможно, все-таки иметь такие форматы, в которых работать с людьми не содержательными, но не такими реактивными. Ну, не телевизионными, что называется. Да, не такими реактивными. То есть, я что хочу сказать? Что, конечно, задачи, очень интересные задачи перед этим общественным каналом могут быть поставлены. Но без какого-то, ну, я не знаю, без какого-то там, ну, не революции, но без какого-то хэппининга, да, конфликта, я уверен, что это будет опять вот еще одна общественная палата. Скажите, а вот вы не как эксперт, которого приглашали на открытую трибуну, а как просто гражданин. Вот даже не вопрос, там, что думаете, верите или нет, что общественное телевидение может быть небутафорским? Ну, в современных политических реалиях. Если бы я верил, я бы сегодня пришел на это обсуждение. То есть, у меня, я сейчас нахожусь в очень скептической позиции. Я буду очень рад ошибиться, обмануться. Буду готов каким-то способом, может быть, не в создании телевидения, а потом каким-то образом участвовать, инвестировать свое время в это дело. Но пока скепсис очень большой, потому что, если, например, Медведев завтра назначает Лесина, и если люди вокруг не скажут нет, мы в этом не участвуем, условно говоря, там, я не знаю, мы хотим Парфенова, кого-то. условно говоря, там, люди типа Познера, они же уже говорят, мы проиграли, там, это разводка, кто-то цитаты, кто-то метафорически, и, в общем, ребят, расходимся. Ну, дело в том, что это общественное телевидение с точки зрения борьбы за зрителя будет находиться в той же конкурентной среде, как и все. И если Познер я, кстати, хочу сказать, что если еще там несколько месяцев люди будут видеть одного Познера на первом канале и другого Познера на дожде, то первому каналу конец. Понимаете? Одно дело, когда идет конкуренция... Здесь, мне кажется, как бы отсутствие опасности в том, что подавляющее большинство людей, которые видят Познера на первом канале, а, либо не имеют технической возможности смотреть дождь, либо, б, не могут себе представить, зачем им смотреть дождь, если они смотрят рынок медиа не так устроен. Дело в том, что между, условно говоря, производством и потребителем есть еще достаточно большое количество ступеней, в том числе экспертная ступень. Здравствуйте, дорогие. Привет, привет. Как жизнь молодая? Я здесь в эфире. А, ты в эфире. Ничего. Вот. То есть я хочу сказать, что есть экспертное сообщество. И когда нам вот так вот демонстративно покажут... Одно дело, вот Познер там, Парфенов здесь, там кулистиков еще где-то. То есть когда это все... Когда один и тот же человек ведет абсолютно разные передачи на разных каналах, это так... Это... Ну, я не могу, конечно, сказать приговор, но это очень серьезный укор. И это рано или поздно приведет к тому, что на первом канале будет неловко. Первый канал будет терять Познеров или там других. Вот. Поэтому, да, общественное телевидение тоже, если с самого начала не будет ярких, интересных персонажей, оно просто быстро проиграет. Хотел поговорить с вами, ну, к сожалению, не так долго, потому что заканчивается время, о еще одном вопросе вам, от вас недалеком, о группе Пусерает. Сегодня, вот, собственно, такие две противоречивых новости появилось. Ну, сначала Виолетта Волкова, адвокат одной из... Да, вчера еще. Девушек написала, что есть некоторое экспертное заявление, хотя вот мы... Заключение. Да, хотя мы, честно говоря, с коллегами, скажу вам честно, не до конца понимаем, о чем идет речь, то есть кто его сделал, насколько это весомо, насколько это официально и так далее. И сразу же после этого читаем новость о том, что полиция просит провести еще одну экспертизу на предмет того, являлся ли социально значимым. Значит, вот этот ролик, который распространялся в интернете. Ну, эксперт... Проблема в чем? Ну, вот у нас, например... Это по первой экспертизе. По первой экспертизе, да. При этом заключение эксперта, назначенного судьей, судом не приобщалось более чем две недели к делу. Они, да, они, значит... Ну, это процессуальные, как бы, вещи. Они имеют право на это. Они воспользовались этим правом. Потому что если бы было приобщено и было бы очень сложно продлить заключение. А, видимо, политическая воля была такая, что девочек не отпускать все-таки из тюрьмы. Ну, в принципе, это вот все дело, это, конечно, ну, позор. С самого начала было понятно, что с точки зрения там, законодательства неправильная статья, слишком жестокая статья. С точки зрения законодательства и тех обстоятельств, которые есть, неправильная мера пресечения... А вот смотрите, собственно, насколько же я понимаю, если вот это, сейчас вот это результаты экспертизы приобщены к делу, то, собственно, это автоматически должно менять статью, нет? Это не автоматически. Судья теоретически может не прислушаться к мнению экспертов. То есть судья имеет такое право? Имеет право, да. Но я хочу сказать так, что если не изменят судью, статью, это будет просто фарс, настоящий. То есть они должны это сделать. Та статья, под нее никак то, что сделано было, можно поменять, можно, условно говоря, придумать 282-ю, то есть можно много чего придумать. Марат, последний вопрос, у нас буквально минута остается. Президент Медведев сегодня демонстративно не стал давать никаких правовых оценок, то есть он же любит, говорит, я как юрист. Делу опусерает. Как вам кажется, это сигнал положительный или отрицательный для подсудимых? Ну, вы знаете, вот мой опыт показывает, при том, что я очень хорошо отношусь к Дмитрию Анатольевичу, что это не имеет никакого значения. Что вот там вчера Матвиенко выступил, а до этого министр юстиции выступил. То есть большое количество людей выступило. Наша система правовая, она, видимо, там есть какой-то прямой путь через прокурора, прямой путь к первому лицу, и она слушается только его. То есть к первому лицу, которым Медведев де-факто уже не является. Я понял вас. Спасибо большое. Марат Гельман, руководитель Центра современного искусства, был у нас в гостях на чашечке кофе.